Вчера Свердловские силовики разгромили стратегически крупную базу никотиновых контрабандистов, через которую снабжались оптовики, растаскивавшие незаконное курево по всей Свердловской области. По мере сил правоохранителям подсобили и общественники народного контроля, более чем часто отыскивающие это палево в конкретных магазинах. При силовой поддержке Росгвардейского ОМОНа действие происходило на Вторчермете, а конкретнее на Цитово-19, где сейчас располагается торгово-складской комплекс под названием «Капитал», который как-то невольно вызывает из памяти фамилию Федулев и жемчужину его бизнес-империи Екатеринбургский мясокомбинат, уже давно существующий только лишь в памяти аборигенов. Полицейские из Управления экономической безопасности, а заодно и противодействие коррупции ГУМВД по Свердловской области, вычислили здесь подозрительную контору, которую организовал 24-летний предприниматель из Азербайджана, возможно вот этот, а может и не этот. Как тут оказался? Зачем? Магазин. Зачем? А? Магазин тут у отца. Это магазин отца, да? Чем торгует магазин? Чай, кофе. Чай, кофе? Табачная продукция? Табачная продукция. Тоже имеется. Имеется. Телефон где? Телефон где? Телефон нет. Где телефон, я спрашиваю. В машине? В двух складах на территории базы хранилась предназначенная для реализации продукция. Табачная продукция. Из этого всего способного свалить не одну конную армию в этот бюджет, из которого получают зарплату медики, не задающие вопросов, чем именно ты разрушил здоровье, в смысле акцизных марок, получают свою зарплату. И получается так, что на сегодня целые территории освоены иностранными агентами, причем контрабандистами, ни копеечки, ни платящими в казну, наживаясь на вредных привычках местного населения, последствия которых лечатся за счет казны. За наш с вами счет, за налоги, потому что других денег в казне просто не бывает. Так что воруют вот эти деятели и их клиенты, оптовики, владельцы торговых точек, а то и сетей в глубинке и не только, прямо из нашего кармана. Это для тех, кто думает, что поддельные или иностранные акцизные марки, или вообще отсутствие их на сигаретных пачках, это какое-то абстрактное зло, к простым гражданам отношения не имеющее. Это еще без вопросов о качестве. Если легальное производство курева жестко регламентируется, то вот в этом во всем один черт знает, сколько канцерогенов, тяжелых металлов и прочих ядов содержится. Контроля-то нет. Что хочет самопальщик, что ему выгодно, то и идет вход. Забота о здоровье клиента, как он хорошо знает, не его забота, а государство. Так вот масштабы таковы. Только из самой торговой точки изъято 2000 пачек, но это лишь мелкая, так сказать, надводная часть антититаниковой льдинки, со складов вывезли в 35 раз больше. То есть 70 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизными марками, с марками иностранных государств, получивших с этого налог в свою иностранную казну, либо вообще без каких-либо марок. На общую сумму 7 миллионов рублей. Предполагаемые организаторы преступного бизнеса задержаны. Вопрос об их уголовном преследовании решается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова